Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я пеку хлеб, который в Греции пекут один раз в год, в чистый понедельник. И он знаменует собой начало Великого Поста. Шикарный хлеб, очень простой рецепт. Смотрите! Как я уже сказала, получается очень вкусный постный хлеб. Особенность его в том, что он печется в виде лепешки. Все, что нужно для этого хлеба, вы видите у меня на столе. И вот здесь у меня еще немножко сахара и кунжутные семечки, которыми мы будем посыпать хлеб сверху. Я думаю, что все вы уже заметили мою новую мисочку. Она у меня когда-то промелькнула уже в видео. Шикарная! Я ее прям обожаю! Купила я ее в Инстаграме. Ссылочку на страничку вам оставлю. Воду я чуть-чуть подогрела, потому что у нас прохладно. Я ее сделала чуть больше комнатной температуры. Примерно 22-23 градуса. Выливаем воду в миску. Добавляю дрожжи. Чуть-чуть сахара. И все слегка перемешаю. Чтобы сахар растворился, оставлю миску в теплом месте минут на 5-7. Потом к вам вернусь. Мисочку, конечно, нужно накрыть полотенцем. Но это вы знаете. Вот так. Кстати, я подглядела этот рецепт у одной из своих подписчиц. У Кристины с канала Океан Вкусов. Немножко, правда, переделала. Но идею оставила ту же. Пока у меня расходятся дрожжи, я просею муку. Кстати, я готовлю всего одну лепешку. Но советую вам удвоить рецепт, потому что получается обалденно. И рецепт под видео я вам оставлю тоже на одну лепешку. Итак, дрожжи наши разошлись. Смотрите, какая получилась шапочка. И теперь сюда добавляю муку. Соль. И пару ложек оливкового масла. Теперь из всего этого замесим тесто. Просто соберем тесто в комочек. У меня что-то получается жиже, чем я думала. Оставшуюся муку, друзья, я буду добавлять частями. Тесто должно получиться не очень крутое. Полный рецепт я вам оставлю под видео. Здесь у меня еще осталась мука. Я думаю, что я добавлять ее не буду. Вот так. Теперь я все это выложу на стол. Слегка присыпанной мукой. Все. И теперь домешу тесто на столе до гладкости. Такой, знаете, до однородности. Получается, что у меня, наверное, вся мука уйдет. На то количество воды, которое я взяла. Тесто получилось достаточно мягкое. Сейчас я всю муку соберу. Я думаю, что этого достаточно. Чуть-чуть руки мукой смажу и так слегка подмешу. Это все, друзья. В мисочку добавлю чуть-чуть масла. Буквально, не знаю, пол столовой ложечки. Одну столовую ложечку. Вот и все, друзья. Обваливаем тесто в масле хорошенько. Делаем вот такой комочек. И оставим тесто подниматься в два раза. То есть смотрим не по времени, а по объему теста. Вот такое оно, смотрите, нежное, мягкое. Отличное тесто получилось. Накрою тесто пленочкой, то есть миску. И вернусь к вам, когда тесто увеличится в объеме. Еще раз напомню, друзья, что я замесила тесто на одну лепешку. Но получается очень-очень вкусно. Можете очень легко увеличить рецепт вдвое. Так, что тут у меня происходит? Поверю. Пленка торвалась пополам. Вот и все, друзья. Теперь поставлю тесто в теплое место, чтобы оно подошло. Обычно у меня это слегка разогретая духовка, которую я просто включаю на пару минут, и все. Ну, если у вас в кухне тепло, то можете оставить просто на столе. Ну вот, друзья, посмотрите, как подошло тесто. Просто шикарно выглядит оно. Посмотрите, все в пузырях. Выпекать я хлеб буду на противне, на бумаге для выпечки. По одной простой причине, что бумага у меня не очень хорошая, я смажу ее маслом. Если у вас хорошая бумага для выпечки, то маслом смазывать не нужно. У меня вот этот, знаете, рулон остался, уже он заканчивается, и я его все никак не закончу. Вот, слегка смажу. Теперь выложу сюда тесто. Смотрите, чудесное тесто. Муки я больше добавлять не буду, просто руки смажу маслом, и расправлю вот так тесто по бумаге, получается по ширине противня. Или, скажу так, по величине противня. Особой такой, знаете, формы ему нет необходимости придавать, как получился, так и получился. Вот эти, примерно толщиной один сантиметр у меня получился хлеб. Вот, теперь я его перекладываю на профиль. Грохот подняла. Постараюсь, чтобы одной толщиной, одинаковой толщины был хлеб и все. Ну, вот так. Я полную ручки, вернусь. Теперь, друзья, накрою тесто пленкой и поставлю еще раз в теплое место, чтобы тесто еще раз поднялось, ну, буквально на 20 минут. Вот так, чтобы... Можно полотенцем накрыть, но смотрите, чтобы не прилипло ничего к полотенцу, иначе смысла нет нашему тесту подниматься. А пока тесто поднимается, я добавила в чайную ложку сахара одну столовую ложку воды и оставлю вот так тоже, пока сахар не растворится. Будем смазывать хлеб перед выпечкой, будем смазывать его сахарной водой и посыпать гунжутом. Так, подождем, пока сахар растает. Прошло ровно 20 минут. Посмотрите, как поднялось тесто. Шикарно оно выглядит. Я включила духовку, она у меня нагревается до 200 градусов. И сейчас смажу хлеб сверху сладкой водой. Это делается для того, чтобы лучше прилипло. Кстати, знаете, что можно? Я сейчас, знаете, что сделаю? Сбрызну, а не смажу. Вот, я решила сбрызнуть, а не смазать, потому что, как видите, тесто очень нежное, и оно прям тянется за щеточкой. Вот так вот сбрызну сладкой водой. Это делается для того, чтобы кунжут лучше прилип. Вот, поэтому, в принципе, не имеет значения, лишь бы привик к кунжуту, так скажем. Водички мало, но можно было побольше приготовить. Теперь очень прям вот обильно присыплю кунжутом. Прям много-много надо кунжута, чтобы хлеб был полностью покрыт. Опять ломится моя девица. Даже еще можно побольше. Слегка смажу пальцы маслом и сделаем пальцами вот такие отверстия. Как бы вдавим кунжут и сахарную воду вовнутрь. Если у вас, вот как у меня, пролилось немножко масла, ничего страшного, потому что хлеб все равно нужно сверху слегка присыпать маслом. Посмотрите, такое тесто, просто шикарное. И вот так вот слегка пролью оливковым маслом сверху. Прям совсем немножечко. Здесь у меня уже пролилось чуть-чуть. Этот хлеб можно выпекать при температуре от 200 до 220 градусов. Выпекать нужно до золотистой корочки. Чем выше температура, тем хрустящей у вас будет корочка. Или тем хрустящий хлеб. Чем ниже температура, тем мягче и нежнее хлеб. Так что выбирайте на свое усмотрение. Я буду выпекать при 200 градусах примерно 20 минут, пока хлеб не станет золотистым наверху. Вот так. Все, жду, когда нагреется моя духовка. Смотрите, друзья, какая красота. 20 минут при 200 градусах. Можете чуть дольше сечь, если хотите. Сейчас мы его сделаем. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, низ. Дам хлебу чуть-чуть остыть и будем пробовать. Ну вот, друзья, хлеб наш почти остыл. Его не режут, его ломают руками. Посмотрите, какой чудесный хлеб. Корочка достаточно хрустящая. Вкусно. Вкусно. И очень просто. Очень многие таким хлебом ужинают даже. Ну, те, кто постится, вот таким хлебом можно просто поужинать. Всем пока. Это не хлеб, а мечта. Слушайте, обалденно. Ну что, как вам, друзья? Правда, получается просто и классно. Если вам понравилось, не забудьте подписаться. Нажмите лайк и обязательно оставьте комментарий. Мне очень интересно ваше мнение. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok